Десерт Всем привет! Я Мавзуна. Добро пожаловать на мою кухню! Сегодня я буду готовить десерт. Один из видов хвороста. Птичий язык. Поехали! Для приготовления этого десерта нам понадобятся 5 куриных яиц, щепотка соли, 1 грамм ванилина и мука. Разбиваем яйца в мисочку. Немножко взболтаем яйца. Эти желтки надо разбить и хорошенько замешать. Теперь сюда надо добавить щепотку соли, 1 грамм ванилина. И это немножко замешаем. А теперь добавляем муку. Муку я беру на глаз, потому что у всех разная мука. А тесто должно получиться тудим. Продолжаем замешивать тесто руками. Вот что у меня образуется. Тесто будет желтого цвета, потому что я положу до 5 лиц. А в яйцах есть 5 желтков. Вот и тесто будет желтым. В течение 10 минут замешиваю тесто на столе, для того, чтобы оно стало эластичным. Тесто мое очень получилось упругим. А теперь раскатаем его в сосиску. Делим наше тесто на 3 части. Закатываем в шарики тесто. Перекладываем на полотенечко. И накрываем вторым полотенечком. А теперь надо оставить тесто на 10-15 минут, для того, чтобы оно отдохнуло и его было легче раскатывать. Мое тесто отдохнуло. Пришло время раскатать его в тонкий пласт. Немного припыляю стол мукой. Это для того, чтобы тесто не прилипло. И раскатываем. Тесто нужно раскатать так тонко, чтобы через тесто был виден рисунок стола. У меня уже тесто получилось тонким. А теперь разрезаем. Еще раз. Потому что мне кажется, что тесто не вырезалось. И второй раз сюда. Это вот кусочек теста. Как красиво получилось. Эти пока уберем в сторонку. Вот. Вот. Теперь нужно обрезать края теста. Сейчас я закончу обрезать края, а потом буду вырезать ромбики. Вот и готово. А теперь режем на ленточки. Сейчас это очень похоже на макароны для лазаньи. Отделяем ленточки. Теперь разрезаем сами ромбики. Вот первые птички и языки готовы. Вот. Смотрите. Это очень правда похоже на макарошки, если их отварить в воде. Сладенькие макарошки будут. Обжариваем наши заготовки на среднем огне. Помешиваем. Это похоже на чипсинки. Не надо их жарить до румяной корочки, потому что это будет невкусно. Надо до желтого цвета довести. А рядом на медленном огне у меня варится сахарный сироп. Он нам потребуется в конце. Вытаскиваем наш птичевый птич. Аккуратно перекладываем, так, чтобы они не сломались. А ломаются они легко, потому что хрустящие. Я обжарила все свои заготовки. И к сахарному сиропу добавила 2 столовые ложки меда. Это сделает наш сироп вкуснее. А теперь будем собирать. Берем одну заготовку. Наполовину макаем в сахарный сироп. И вот так вот, возле второй заготовки, ложим. Таким образом, соберем наш десерт в виде купола. Выглядит это очень красиво. Смотрите, это уже выглядит необычно. И вправду похож на язык. Вот и готов мой десерт в птичий язык. Я уверена, что всем он понравится. Он станет украшением вашего стола. Также его удобно брать с собой в гости или на какие-нибудь торжества. Вкусно и просто. Приятного аппетита!